Всем привет друзья, с вами Беркли, ну а в этом видео я покажу вам как установить полицейский компьютер для мода LCPDFR, а именно компьютер плюс. С данным модом вы сможете пробивать по базам нарушителей, которые нарушают правила дорожного движения в LCPDFR, а также пробивать номера, также ID NPC в Grand Theft Auto 5. Что ж ребята, давайте перейдем к установке данного мода, и после установки я сделал небольшой обзор, как пользоваться данным модом. И для того, чтобы установить данный плагин для LCPDFR мода, вам нужно сначала его скачать. Скачивать мы будем с официального сайта lcpdfr.com, нажимаем здесь Download this file, и нам нужно нажать здесь Agree and Download. И ребята здесь внимательно, потому что эта версия сейчас не работает на версии 1.4.7. Вам нужно скачивать вот эту вот версию 1.4.1, так как эта версия будет работать у вас, то есть с 0.4.1 lcpdfr модом. Нажимаем здесь Download, скачиваем его с этого сайта, click here, нажимаем, возвращаемся назад, еще раз нажимаем Download this file, и скачиваем Computer Plus Image Assets, то есть чтобы у нас определялись картинки нарушителей, там NPC, и картинки автомобилей, которые мы останавливаем, то есть в этом же компьютере. Нажимаем здесь Download, тоже нажимаем здесь click here. Далее скачиваем последний Rage Native UI 1.6.3, или же последний, который на момент видео актуален. Ссылку я оставлю тоже в описании, нажимаем Rage Native UI zip скачать, скачиваем его с этого сайта. Далее переходим в папку загрузки, где мы скачали наши файлы, и открываем нашу Grand Theft Auto, Steam Library, Steam Maps, Common Grand Theft Auto 5. Вот она ребята, также если у вас более старая версия Lcpdfr мода, то вам нужно скачать более старую версию компьютера, то есть я в данный момент показываю на версии 0.4.7, то есть на последней версии Lcpdfr. Ну и давайте установим данный плагин, для этого сначала распакуем Rage Native UI релиз, вот эти вот файлы, распакуем в корневую папку из Grand Theft Auto, я заменяю, потому что они у меня уже есть, далее распакуем Computer Plus, открываем GTA Mine Folder, и плагин просто перебрасываем нашу папку из Grand Theft Auto, я заменяю, потому что я ранее уже тестировал данный мод, чтобы вам показать, что он работает, у вас он должен просто скопироваться, также открываем Additional Computer Plus, и этот же плагин также само вот сюда копируем, это картинки наших NPC, все ребята скопировалось почти, и в принципе у вас должно быть вот так, сейчас вам покажу как, вот плагинс, и вот так вот все должно выглядеть, далее нам нужно проделать следующие действия в нашем Lcpdfr моде, то есть заходите сюда же плагинс, то есть нет, Lcpdfr заходите, Lcpdfr конфигуратор, ищите, запускайте его, нажимаете здесь Next, вот здесь Show License, нажимаете, и нам нужно поверить, чтобы у нас было загрузить все плагины, сейчас нажимаем Accept, и нажимаем Show Setting, далее переходим в вкладку Plugins, и здесь нажимаем Load This Plugin, ставим галочку, и здесь нажимаем, галочку ставим, и нажимаем Save and Close, и закрываем, ребята, и сейчас можем запускать наш Lcpdfr мод, я буду запускать его по своему способу, то есть, смотрите как я запускаю, то есть я запускаю сначала через Steam, так как у меня графика Natural Vision, вот, мне просто так он не запустится, вы можете тоже так же запускать, как и я, запускайте сюжетку режим в Grand Theft Auto, и когда она запустится, нам нужно запустить Ridge Plugin Hook, я так запускаю, потому что у меня много модов, и именно вот так вот он не крашит, то есть, так запускается без крашев и с реалистичной графикой, в принципе, если у вас, ребята, нету никаких модов Grand Theft Auto, то вы можете напрямую запускать Ridge Plugin Hook, я делаю так, потому что у меня очень много модов GTA, вот, ребята, у нас почти черный экран уже, сейчас запускается наша GTA, у нас там загружается NB пресет, вот, поэтому так долго, загрузился NB и прямо-таки сейчас переключаемся на Ridge Plugin Hook и запускаем его, нажимаем здесь Ridge Plugin Hook и загружается наш Ridge Plugin Hook, вот, ребята, загрузился, и наш LCPDFR мод сейчас должен успешно загрузиться, вот, видим, у нас значок Ridge Plugin Hook появился, и он загружается, вот, ребята, запустился наш LCPDFR, и давайте, в принципе, пойдем в участок и начнем работать, вот так вот все начинается после создания персонажа, так, выходим из нашего дома, из нашей квартиры, и нам сейчас нужно добраться до ближайшего участка, где мы можем начать работу, так вот, у нас где-то там автомобиль стоит, давайте сядем, не мог, садимся, и давайте доберемся до ближайшего участка, ближайший участок у нас, ну, который мы можем начать работу, вот, в принципе, здесь вот, так, сюда заходим, там можно переодеться, ну, здесь нельзя переодеться, еще можно здесь переодеться, Вот я уже до этого доеду, там, в принципе, что уж там. И какой нюанс, ребята, в этой работе? Это то, что ваш компьютер, то есть он не будет работать, если вы, сейчас, допустим, если вы не зайдете и не возьмете машину, вам нужно обязательно зайти, взять машину, то есть полицейскую, взять форму, начать работу, начать патрулирование, и тогда компьютер этот будет работать. Иначе он не работает, то есть он работает только так. И вот, ребята, мы уже доехали до полицейского участка, сейчас идем буквально-таки сразу же переодеваться в полицейскую форму. Вот, как видите, у меня графика, ну, как бы, нестандартная, да, вот, поэтому я заходил именно так, как я показывал вам в начале видео. Заходим сюда, вот, где у нас там форма, переодеться, раздевалка. Сейчас заходим сюда, ребята, переодеваемся, вот. Нажимаем здесь «Э» и продемонстрирую вам компьютер этот. Так, «Go on Duty», обязательно нужно «Go on Duty», иначе он, то есть ваш мод не будет работать на компьютер. Вот, «Police Locker», то есть здесь выбираем форму. В принципе, я сейчас выбирать это все более детально не буду, я так рандомно все поставил, да. Вот, берем какой-то любой автомобиль, в принципе, можно даже замену какую-то. Вот, я возьму вот этот вот. Вот, ребята, взяли мы машину такую вот, и давайте кого-нибудь остановим. Допустим, вот этот вот «Глентваген», нажимаем просто, включаем «Мигалки», «Shift», и он сейчас должен запарковаться по правилам. Сейчас просто красный светофор, ждем. Вот, и он сейчас запаркуется, и возьмем от него документы, и проверим, то есть, действительно, его ли машина это или нет. Он остановился, выходим. Так, и подходим к нему. Вот он опустил окно, по-моему, да? Да. Нажимаем клавишу «Э», «Hello», «Здравствуйте», «Привет», дайте свой айдишник. Вот, дает нам свой айдишник. Кто у нас здесь? Дэниел Джонсон. Вот, и у него такой вот коричневый «Глентваген», получается, да? Сейчас давайте его пробуем по базам. Садимся в автомобиль, и на всякий случай давайте номера запомним. 05РВ. Вот такие вот номера. Удерживаем клавишу «Э», включаем компьютер вот такой вот, логин нажимаем здесь, и «ПЭД» датабазы. То есть, вот он, Дэниел Джонсон. И вот такой вот у ребят, он у нас Дэниел Джонсон. Лицензия у него активна, статус его не разыскивает, да? Вот. Потом еще что у него там есть? Дупста такая вот в Сэнди Браун. 05РВ, да? Как видите. В принципе, еще можем нажать здесь «Вехко датабазы». Вот она, Дупста. И вот такая вот картинка Дупста, которая у него есть. В принципе, как видите, все сходится. Адрес проживания здесь, 97-го года рождения он. Вот. И вот такой вот у нас, ребята, компьютер установился в «Грэнзефт Апту». И «Логаут», чтобы, ну, выйти там. Можете дать на него «Арест Репорт», «Историю». Давайте посмотрим его. Вот. Какая у него там история. Ну, в принципе, это только то, что мы его останавливали, да? Вот. Ну, и все, в принципе, такое. Вот. Выходим. Отдаем ему, опять-таки, его документы. Сейчас я ему их отдам. Так. Вот ваши документы. Если что, вы можете здесь «Исоя ситуация». Здесь написать штраф и выпасать ему штраф. Но я сейчас этого делать не буду. Вот. Я «Дисмисс». И отдаю ему там документы. И он уезжает. Нормально. Ну, и вот такой вот, ребята, мод. Я надеюсь, данное видео вам понравилось. Такой вот компьютер полицейский мы установили с вами. Вот. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующие видео по установке плагинов для мода LCPDFR. И также другие видео по игре GTA V. Спасибо большое за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И до свидания. Всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok